«Будь жив, будь здрав, весь наш край» под эту песню на площади возле аэропорта встречали флаг всемирных хоровых игр. Творческие коллективы, волонтеры, жители и гости курорта в ожидании прибытия знамени сами не удержались от песен и танцев. Наши просмотровы, хореографические ансамбль «Союзвиз» будут следить за всеми действиями, битвы хоров будут поддерживать всех. Анатолия Пахомова, который лично доставил в Сочи знамя хорового движения, встречали флагами России и Краснодарского края, а также криками «Ура!». Сочи выпала честь впервые в России принимать всемирные хоровые игры. Выбор на Кубань пал не случайно. Краснодарский край считается одним из самых музыкальных в стране. В регионе более 150 профессиональных хоровых коллективов и более полутысячи любительских хоров. А олимпийская инфраструктура курорта идеально подходит для организации мероприятий международного уровня. Мы с вами сделали лучшие олимпийские игры. Теперь мы все с вами постараемся сделать лучшие хоровые игры в 2016 году. Кстати, хоровые игры 2016 будут называть с приставкой «Олимпийские», а помогать в их организации будут волонтеры, прошедшую школу зимних игр. Мы участвовали в открытии паралимпийских игр, встречали флаг олимпийский, огонь олимпийский встречали. А сейчас мы пришли встречать флаг хорового движения. Флаг будет храниться в зимнем театре до момента открытия игр, которые соберет на курорте исполнителей и поклонников пения из разных уголков земного шара. В Латвии состязались десятки тысяч исполнителей, а это сотни коллективов со всего мира. Каждый по-своему самобытный, с уникальным национальным колоритом. Анатолий Пахомов уверен, хоровые игры в Сочи соберут не меньше зрителей и участников, чем в Риге. В 2016 году одним из главных событий года будут международные хоровые игры, которые привлекут не 30 тысяч участников, а уверен в том, что значительно больше. У нас Россия, каждый регион поет. Курортный город, туристический город не может сам жить, хорошо жить, с хорошим бюджетом, если не проводить события. События, которые будут привлекать большое количество туристов. Олимпийские игры показали, что наш город готов к проведению столь масштабных мероприятий. Недаром именно здесь пройдут гонки Формулы-1, авиашоу, чемпионат мира по футболу. А это значит, что курорт будет интересен для туристов разного уровня и количество гостей города будет постоянно расти. Это очередной праздник музыки, который объединяет весь город. Это значит, что с новой силой к нашему городу, к нашему зимнему театру, где будет храниться этот флаг, будут привлечены новые творческие силы со всего мира, со всей России. Это замечательно. Праздник музыки состоится в июне 2016 года. Хоровые баталии развернутся в зимнем театре, концертном зале фестивальной, зале органной и камерной музыки и еще по меньшей мере на 10 площадках. И такие истории еще раз доказывают, что у Сочи стабильное настоящее и уверенное будущее.